Чушь говорит Штумсо, многие народы бегут прочь от свободы, не зная, как ей распорядиться и желают властного единоначалия над собой монархии, Ближний Восток, Северная Корея, Европа, автократии 20 века и так далее. Но это ведь не отменяет то, что человек стремится к свободе. Свобода, прежде всего, нужна народу, у которого есть большая историческая цель и миссия. Зачем чеченскому народу быть свободным от России? Жить по адатам и лесгинку можно танцевать и сейчас сытно, говорит. Интересно, а как это понять, что у народа есть какая-то историческая цель и миссия? Это кто определяет? Это сам народ определяет, что у него есть историческая цель и миссия? Если мы определим, что у нас есть такая цель и миссия, то все мы имеем это право. Иногда такую чушь можно услышать. Свобода это базовое право каждого человека, общества, народа. Это то, что ему изначально, как бы, это его естество, то, с чем человек рождается. И когда он вдруг так оказалось, что он родился несвободным, то его естество пытается все равно достичь этой свободы, освободиться от этой несвободы. Представьте человека, который, например, родился в тюрьме. Вот, допустим, мать посадили. Такой банальный пример. Мать посадили. Рождается ребенок в тюрьме. И, предположим, растет в этой тюрьме. Он никогда ничего не видел. Он не видел свободного мира, кроме как вот этой тюрьмы. Но его естество, оно будет стремиться к тому, чтобы выйти за пределы этих стен. И говорить этому человеку, что ты, значит, если у тебя нет какой-то исторической цели, миссии на тебе, то тебе, в принципе, там делать нечего. Это такой маразм. Это такая дичь. Он, наоборот, то, что он будет стремиться выйти из этой тюрьмы на волю, это стремление. Это нужно поощрять. И любой человек к этому стремится. Кстати говоря, во многих странах Европы, это тоже, кстати, очень интересный момент, за бегство, за побег из тюрьмы не предусмотрено наказание. Представляете? То есть, если человек совершает побег, в России ему добавляют срок. То есть, сам побег из тюрьмы является преступлением. А, например, в европейских тюрьмах, когда человек совершает побег, и его, например, после этого ловят, то его сажают обратно в тюрьму, и срок не увеличивается. По-моему, в Бельгии, если человек совершает побег, то он должен свою тюремную форму прислать обратно по почте. Если он этого не сделает, то ему добавят срок за кражу этой тюрьмной формы. То есть, не за побег, а просто за эту форму. Типа он украл государственное имущество, за это ему там чуть-чуть докинут, если его поймают. То есть, а сам этот побег не является преступлением. И вот обоснование самое интересное. Почему? Потому что стремление человека к свободе не может считаться преступлением. Представляете, как они рассудили эту тему? Человек, который в стремлении к свободе совершил побег, мы не можем его за это наказать, потому что стремление к свободе – это базовое чувство человека, его требование. То есть, человек желает этой свободы, и мы не можем наказывать его за то, что он этого желает. И, соответственно, никакой срок ему за это добавляться не будет. Представляете, как круто? Поэтому уже пора это осознать. Вот всем вот этим людям, которые постоянно задаются вопросом, зачем свобода, зачем там чеченцы стремятся к этой свободе, за тем, что это вот базовое вот это требование и человека в частности, и общества в целом. Это вот его, это стремление, то, к чему это общество, этот народ стремится и должен стремиться. И за это, наоборот, ему нужно поощрять. А зачем тогда вообще сажали, если у них такое понимание? Они, по-моему, сами не понимают, что делают. И они как раз-таки прекрасно понимают. Они понимают, что лишение человека свободы – это наказание за какое-то преступление. Но само стремление человека к свободе не может быть преступлением. Понимаешь, как работает логика? Мы его наказали, они говорят, за то, что он, допустим, совершил убийство или там кражу. Мы его за это наказали, лишив его свободы. Но мы не можем его наказывать за то, что он хочет свободы. Это же парадокс получается. Как мы можем наказывать человека за то, что он хочет свободу, если мы, в принципе, его наказали, лишив его этой свободы. То есть, они говорят, как бы, если мы наказываем его лишением свободы, то мы уже подразумеваем, что он должен к ней стремиться. Это его, как бы, нормальное его чувство, его желание. Именно поэтому мы его и лишили, чтобы его наказать. И мы не можем наказывать его за то, что он теперь хочет стремиться к этой свободе. Чушь говорит, что Мсо, многие народы бегут прочь от свободы, не зная, как ей распорядиться, и желают властного единоначалия над собой монархии, Ближний Восток, Северная Корея, Европа, автократии 20 века и так далее. Но это ведь не отменяет то, что человек стремится к свободе. Ты понимаешь, ты говоришь, вот есть какой-то, допустим, родившийся в тюрьме, грубо говоря, который не хочет выходить на свободу. Вот у него здесь мать в тюрьме сидит, у него здесь уже друзья появились. В принципе, он как-то привык к этим стенам, он не видел свободы. Поэтому он не против, он хочет здесь остаться. И ты теперь говоришь, из-за того, что вот этот конкретный чувак этого хочет, теперь все остальные тоже должны свыкнуться и не хотеть этой свободы. Но реальность, она наоборот. То есть этот чувак, наоборот, должен хотеть этой свободы. Аномалией является не человек, стремящийся к свободе, а аномалией является, наоборот, тот, кто не стремится. То есть здесь есть какой-то дефект. Это у него какая-то проблема. А вы пытаетесь теперь, да, давайте теперь, Северная Корея, значит, там нет свободы, теперь вы тоже, а зачем вам она тогда? Ну, чувак, мы не хотим, как Северная Корея. Мы не к этому стремимся. Мы стремимся к свободе. Мы хотим, мы, наоборот, не хотим так, как Северная Корея. То есть эта история, дубайская история, которую вы так скрываете, которую ты так не хочешь комментировать, ты не хочешь, чтобы люди об этом узнали, об этой истории уже знают миллионы. Это уже вышло за рамки республики. Пора уже как-то эту тему прокомментировать. Давай уже, набирайся смелость. Мне больше всего интересно, как он сам себя оправдывает наедине, то есть внутри себя. Я заметил такой момент у этих людей. Когда ты сам себя в чем-то убеждаешь, если ты вначале еще знаешь, что это неправда, но когда ты несколько раз эту неправду проговариваешь, а плюс еще в окружении тебя есть люди, которые подтверждают эту твою неправду, то ты через какое-то время начинаешь сам в эту ложь верить и становишься убежденным в ней. И вот я думаю, что многие из таких моментов, допустим, смотрите, вот эта история с фурр, там, вышел из машины и распугал 1500, значит, воинов, она поначалу, он сам вполне себе осознавал, конечно же, что это ложь, но, со временем он сам в это поверил. То есть когда он несколько раз уже начал об этом говорить, когда люди вокруг начали это подтверждать, он уже сам в это поверил. Вот, наверное, с объяснением самому себе происходит что-то такое, он сам себе что-то объясняет, потом люди вокруг тоже начинают это подтверждать, и он сам в это верит. Поэтому надо иногда ему так напоминать, Что это все ложь, что они ничтожество, трусы.